И я реально осознаю, что он бухущий, что он реально бухущий. За непослушание во время урока она постоянно кидалась в нас тряпками. Неужели у меня нет фамилии, неужели у меня нет отчества? Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моём канале. Хочу поздравить всех с началом учебного года и пожелать успехов, хороших оценок и, естественно, хороших одноклассников, чтобы не было всяких ссор, скандалов и так далее. Сегодня я подготовила для вас видео, которое я хотела снять уже очень-очень-очень давно. Все вы прекрасно знаете, а если не знаете, то знайте, что я уже закончила школу, я училась 9 классов, и пока не сообщаю никому, куда я дальше пойду, но я уже знаю, и совсем скоро вы тоже об этом узнаете, если будете следить за моим инстаграмом. Ник вы сейчас видите на своём экране, туда я буду выкладывать ответы на вопросы по поводу моего обучения, где я учусь, с кем и так далее. Так что ответы на все ваши вопросы вы сможете спокойно получить в моём инстаграме. Так вот, за 9 лет обучения у меня было очень много ситуаций, неприятных моментов, которые были связаны с учителями, когда они мне хамили, или присутствовало какое-то недопонимание, или реально те поступки, которые абсурдны, и об этом надо реально поговорить. Поэтому сегодня я подготовила для вас несколько неприятных ситуаций с учителями, о которых я бы хотела с вами поговорить. Поэтому хочу пожелать вам приятного просмотра. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали. Также ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и никогда ничего не пропускать. Я обещаю вам, что это видео будет очень интересное, поэтому мы можем начинать. Поехали! Первая история, о которой я хочу с вами поделиться, она действительно была очень неприятной для меня, хотя какой-либо другой ученик мог бы даже не обратить на это внимание, или забить огромный жирный болт на эту ситуацию. Когда я была блогером, начинающим блогером, начала только выпускать всякие ролики на YouTube, для меня было важно мнение каждого человека, я прислушивалась к каким-либо советам, хотя даже если человек не блогер и сам в этом ни хера не понимает, для меня был важен абсолютно любой совет, и, естественно, меня очень любили как-то в школе подкалывать, говорить о том, что «Ой, смотрите, идет популярный блогер, да у тебя ничего не получится!» И, естественно, была моя классная руководительница, которая, как я поняла, тоже меня не особо любит, и очень часто любила над мной подшучивать, хотя потом, когда у меня уже на канале было около 300 тысяч подписчиков, и я собиралась переезжать в Москву, она сказала, что «Вау, у тебя все получится!» «Моя дочка твои видео уже начала смотреть, ей очень интересно, так что продолжай в том же духе!» Я думаю такая типа «Боже мой, что за двуличие!» Так вот, перед переводом в пятый класс нам выдавали учебники, и, естественно, наша классная руководительница их подписывала по имени, фамилии и отчеству, и была вот такая огромная стопка учебников, где каждый учебник был подписан заранее учителем, потому что если нас об этом будет просить учительниц, то мы ни хера не сделаем, потому что все что? Правильно! Ленивые! Когда я подошла к своей стопке учебников и увидела, как они подписаны, мне стало немного неприятно, потому что, повернувшись на учителя, я увидела, что она начинает просто в голос ржать надо мной. Там было написано «Карина Смайл». Чтобы вы понимали, так раньше назывался мой канал, то есть смайл, улыбка, все при виде моего канала должны улыбаться, чтобы у них поднималось настроение, я ведь тогда еще была маленькая. Учительница просто каждый учебник подписала моим ником, неужели у меня нет фамилии, неужели у меня нет отчества, и эта ситуация мне запомнилась на очень-очень-очень долгое время. На сей день я о ней рассказываю, и, естественно, было очень неприятно. А как считаете вы, напишите ниже, потому что я считаю, это абсурд, это реально абсурд. Следующую историю можно отнести как к несправедливой ситуации из жизни, потому что многие учителя любят обвинять детей в списывании, хотя иногда бывает то, что они реально не списывали, а учительница ставит им двойку. То же самое произошло со мной только в начальной школе. Нам выдавали вот такие вот прямоугольные длинные листочки с просто примерчиками, таблицей умножения, там, например, 23 умножить на 8, 60 разделить на 2, потом умножить на 7 и так далее. Просто такие достаточно легкие примерчики, и нам давалось на их решение 15 минут. И я положила этот листочек себе на тетрадь, и учительница ходила вот так вот по рядам и смотрела, списывает, кто-то не списывает, есть ли у кого-то калькулятор и так далее. Я сидела тогда на предпоследней парте, учительница подходит ко мне, я сижу, пишу и понимаю, что я не списываю, ведь у каждого ученика даже иногда присутствует напряжение, когда учитель проходит мимо него и не может даже подумать. И тут учительница резко отбирает у меня тетрадь, резко отбирает у меня сами примеры и начинает орать. Аракелян, совсем оборзела, я тебе поставлю двойку, как так можно нагло списывать перед учителем? До меня доходило где-то минут 5. Я такая, что, в смысле, как я списываю? Я реально сидела, я не списывала, я реально думала, я даже не думала ни о каком списывании, я вам клянусь, ребят. И потом до меня доходит, моя соседка по парте мне говорит, Карин, у тебя тетрадь была повернута в ту сторону, где написана таблица умножения. Я такая, бля, хамуха, чёрт, я реально не списывала, боже мой. Я забыла даже о том, что на тетрадь сзади присутствует таблица умножения, я вам клянусь, ребят. Я ничего не списывала, мне поставили двойку, а потом после уроков я ходила и переписывала этот тест. В итоге я его написала на пятёрку, и очень жаль, что меня обвинили. Даже, ребят, если вы не списываете, просто внимательно смотрите свою парту, нет ли там каких-то принадлежностей, к которым можно докопаться, что вы списываете. Потому что вот сейчас, когда я заканчивала девятый класс, списать было просто невозможно. Я пыталась сделать это всеми способами, но у меня не получалось, так что это капец. Ну и следующая история, она происходила, по-моему, в седьмом классе. Это последний год моего обучения в Челябинске, когда у нас, по-моему, только-только появился урок химии. И там учительница нас крайне недолюбливала. Тем более, это был директор нашей школы одновременно. И директор, и учительница по химии. Просто комбо! И мы её ненавидели. Просто терпеть не могли. Я до сих пор не знаю химию, я ненавижу этот предмет, я его никогда не учила. Я это не скрываю для меня. Химия это самый мерзкий предмет. Просто ненавижу его. Не знаю, кому как. Напишите ниже в комментариях, любите вы химию или нет, но у нас учительница просто нас терпеть не могла. Именно из-за этого я тоже перестала хорошо относиться к этому предмету. Так вот, почему же мне так не понравилась эта учительница? За непослушание во время урока она постоянно кидалась в нас тряпками. Это может прозвучать очень тупо, очень смешно, как какое-то враньё, но это реально абсурд. Причём это директор школы. Все к нему ходили, о чём-то жаловались, но на директора пожаловаться кому-то уже нельзя было. Поэтому это был капец. Слава богу, мои дорогие, в меня тряпка ни разу не прилетала, потому что я бы такое терпеть не стала. Но во всех моих одноклассников тряпка прилетала регулярно. Например, они как-то угорают на уроке, учительница поворачивается и просто швыряет в них мокрой тряпкой. Девочка на уроке переписывается с кем-то по телефону, учительница поворачивается, так, оборзевшая, и кидает в неё тоже тряпкой. После всех этих действий, типа, у неё реально с головой какие-то проблемы. Боже мой, если бы я сейчас училась в этой школе, мне бы было страшно снимать об этом видео, но слава богу, что я переехала. И это реально капец. Как вы думаете, что управляет учителями внутри, когда они думают о таком? Кинуть в кого-то тряпкой, обматерить учителей и так далее. Так это ещё цветочки по сравнению со следующей историей, которую я вам сейчас хочу очень сильно рассказать. Я думаю, что многие мои одноклассники, точно так же, как и я, не любили физкультуру. Я на физкультуру не ходила последние два года точно. Во-первых, мне лень. Во-вторых, физкультуру обычно ставят либо первым, либо последним уроком. На физкультуре моему классу постоянно не везло, потому что нам попадались очень странные преподаватели. Даже если у нас присутствовала справка, реально невыдуманная, некупленная справка, учитель физкультуры всё время не верил нам и орал, что мы её подделывали. Постоянно от учителя физкультуры прилетали жёсткие задания, которые мы просто чисто физически не могли выполнить. Он нас не любил, он не любил наш класс. И постоянно ставил нам херовые оценки. Так что иметь хотя бы тройку по физкультуре в четверти или в триместре, это было практически невозможно. Один раз этот преподаватель, просто представьте его внешность, он седой, полненький, злой, очень похож на Шрека, пришёл в школу бухой. Ребят, он реально был бухой. Я постоянно сбегала с последних уроков физкультуры домой, потому что понимала, что я не хочу сидеть на лавке и просто так просиживать грёбаные 45 минут. Мне это было не нужно. Тем более у меня была справка, что мне физкультурой заниматься нельзя. Она была не купленная, она реальная. Я, по-моему, рассказывала об этом в своём инстаграме, но причину пока что называть не хочу. И когда один раз я решила не прогулять этот урок, а хотя бы посидеть на лавочке, ко мне подходит учитель и такой на ушко в шутку начинает говорить «Ты опять, Аракелян, пришла без формы?» Я понимаю, что он пошатывается, я понимаю, что от него пиздец как несёт перегаром, я понимаю, что от него неприятно пахнет, и я реально осознаю, что он бухущий, что он реально бухущий. И в итоге, как выглядел весь урок со стороны, ребята? Бухой преподаватель! Итак, сейчас я вам расскажу эту cool story. Сначала он был злой, на всех орал. Весь класс, естественно, по автомату понял, что он пьяный и что нужно с ним быть поаккуратнее, потому что пьяный человек это неуправляемый человек, согласитесь со мной. И этот преподаватель даже не пытался себя сдержать, то есть он давал задания, которые невозможно было выполнить. Например, «Итак, дети, сделайте тройное сальто!» И здесь такие, типа, «Чего? У тебя с головой всё нормально? Прости меня, но какое тройное сальто? Чёрт его возьми!» И было очень много таких заданий, от которых были в шоке просто все. Естественно, потом все классному руководителю пожаловались, что учитель был пьяный, к нему приходил директор и сам убедился в том, что он бухой. После этой ситуации данного учителя уволили, и он больше не вёл у нас никакие предметы в школе. Как вы считаете, адекватно ли иметь преподавателя, который приходит в школу бухим? Напишите ниже в комментариях, потому что я считаю, что это просто какой-то трэш. Так вот, чем же я хочу завершить сегодняшнее видео? У каждого ребёнка своё воспитание, и не нужно к детям относиться так, как к нему могут относиться только родители, или даже сами родители не могут себе этого позволить. Очень многие учителя позволяют себе настолько тупые и глупые вещи, от которых в шоке потом даже сами родственники данных детей. Я считаю, что это максимально неправильно, и я очень хочу, чтобы таких злых, непонятных, или иногда со странными поступками учителей стало гораздо меньше, потому что я очень хочу, чтобы все школы были наполнены добрыми учителями, которые реально любят свою работу, а не которых только, ну, пустили, раз ты знаешь этот примет, ну, иди туда, поучи детей, и хер знает, ну, любишь ты их, не любишь, ну, просто делай там своё дело и гуляй смело. Покидайся в детей тряпками, обматери их и так далее. Очень много ситуаций, которые для меня действительно непонятны. Очень жду ваше мнение ниже в комментариях. Напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу, потому что я считаю, что это максимально неправильно, это абсурд, так поступать нельзя, такое отношение, это просто какой-то трэш. И очень рада, что я закончила школу, что я могу теперь уделять как можно больше времени съёмкам видео, моему любимому хобби, общаться с вами, и я очень сильно хочу вас попросить, заечки мои. До миллиона в моём инстаграме осталось совсем немного, поэтому, пожалуйста, подпишитесь. Я буду вам очень благодарна и признательна за это. Вот мой ник, обязательно подписывайтесь. Ссылочку я ещё плюсом оставлю ниже в описании. Пишите ваши истории про учителей, может быть, я выпущу вторую часть, если этот ролик наберёт хотя бы 50 тысяч лайков. Ну, а с вами была Карина, ещё раз огромное спасибо вам за просмотр. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok